добрый день друзья мы продолжаем наши уроки javascript решает с вами лученко александр и сегодня я хочу показать в рубрике javascript решает задачу которую мне прислал один из пользователей телеграм-канала задача состояла в том чтобы сделать книжную полку то есть полку куда человек сможет добавлять книги удалять и модифицировать вначале покажу что у меня получилось чтобы вы понимали интересно это вам или нет и так изначально книжная полка пустая мы нажимаем кнопку add book выскакивает окошко я заранее его заполнил нажимаем add book появляется соответственно книга добавляем еще одну книгу давайте какую-нибудь другую ну и картинку оставим эту же появилась книга мы ее можем удалить если необходимо книгу можем модифицировать допустим 2020 вот такая вот книжная полка старался по минимуму применять форматирование по одной простой причине чтобы было меньше кода для написания и так если вам интересно мы выполнили это задание я покажу как мы его решали поехали нам понадобится индекс html я вот его открыл он у меня полностью пустой тоже по той причине что я буду пользоваться готовым шаблоном bootstrap заходим на сайт bootstrap а версия 4.1 нам подходит get started и здесь есть стартовый темплейт стартовый шаблон он вполне нам подойдет я его копирую и вставляю в код есть здесь уже есть частично hello world написан пусть будет мы потом удалим мне необходимо два файла файл javascript и файл css которые тоже буду применять итак поехали вначале я добавлю папку javascript проект и в ней размещу файл джейс . давайте лабире джейс как нехорошо джейс есть сюда же в html я добавлю свой javascript link script src папка джейс и соответственно лабире джейс есть закрыл чуть увеличу размер кода чтобы было читабельнее вам вот так вот я добавил свой javascript в принципе проект уже можно посмотреть hello world вывела и мы начинаем вначале сделаем переименуем hello world library вот у меня body и используя bootstrap метод я напишу . контейнер внутри . row и внутри h1 заголовком давайте с классом добавлю text center library в принципе по хорошему здесь нужно добавить еще call lg12 я не буду сейчас заморачиваться с более мелкими размерами этого достаточно для демонстрации вот появилась library она по центру понятное дело и растянута на всю ширину окей ниже я добавлю поле для вывода самой библиотеки вывод самой библиотеки тоже мы осуществляем внутри контейнера внутри raw вот здесь вот я буду вводить саму библиотеку вот так вот для библиотеки я тоже подготовлю кнопочку которая будет нажиматься поехали добавляю тоже call lg12 . text write вот так вот это будет у меня кнопка добавить книгу сама кнопка у меня будет батон класс ну допустим букет также не будет класс btn это будет страповская кнопка и btn primary есть называется она ad book и так еще раз класс букет я буду стараться все классы так назвать приставкой book btn btn primary и теперь куда будет выводиться кстати кнопочка уже появилась это тоже можно посмотреть вот она и теперь куда будет выводиться сама полка книжная здесь у меня будет тоже call lg12 и внутреннее размещу свою панель . raw book panel есть book panel это место куда я буду выводить книги на этом в принципе сам внешнюю обвязку полки я заканчиваю осталось сделать еще одно я хочу добавить сюда всплывающие окошко с которым буду работать то есть когда у меня будет нажиматься кнопка я буду открывать всплывающие окно и его показывать идем всплывающие окна опять же bootstrap мы это делали на прошлом занятии сейчас тоже покажу здесь у нас есть компоненты и здесь у нас есть model вот она кошка model смотрим в окошке model здесь есть даже примеры вот live demo пример и вот соответственно вот это вот верстка мне не нужно первая часть поскольку первая часть отвечает за открытие окна хотя в принципе тоже можно это все повесить открытие окно даже не используя jquery или там javascript я буду делать это все чисто через javascript тут в принципе не горит это и так model хотя почему нет можно сразу повесить копирую вот этот кусочек кода нижнюю часть и вставляю ниже моего вообще всей моей верстки вот сюда вот это model смотрите model у меня имеет айдишник я его сразу же исправил здесь пример model мне он не подходит я пишу model это бук есть теперь кнопка открытия как я уже сказал можно использовать javascript но в принципе можно и привязать готовую заранее кнопку для этого всего лишь нужно по примеру кнопки добавить к вот такой вот блок data toggle model data tagget и указать айдишник кнопки давайте мы воспользуемся меньше будем писать javascript почему нет копируем вставляю у меня кнопка есть я вот сюда вот после двойных кавычек вставляю data toggle model здесь у меня я случайно скопировал один закрывающийся тэхи из этого чуть полезла верстка итак data toggle model data tagget у меня вот айдишник копирую и сюда вставляю на этом этапе все должно работать основные ошибки которые есть давайте сразу проверимся обновил открываю консоль тоже рекомендую это сделать смотрим ошибки если вы неправильно подключили bootstrap неправильно скопировали здесь будут ошибки как понять что правильно подключен ну во первых shift без насечек засечек во вторых должна открываться вот такое вот окошко есть итак первый этап мы завершили теперь давайте добавлять книги книги у нас будут по проекту добавляться вот такие вот поля имя книги автор книги год и обложка книги кнопочка adbook давайте добавим это все верстку верстку я брал опять же bootstrap а здесь есть формы и вот здесь вот я выбрал form group label select вот такие вот примеры они здесь сейчас покажу какого вида вот такого вот вида я выбрал вот форма и вот соответственно все необходимое для верстки а потом менял под свои нужды давайте я покажу что у меня получилось я иду вот сюда вот в html вместо save change я делаю adbook adbook само форму я буду размещать вот здесь где три точки внутри модального окна в принципе вот model title тоже можно добавить adbook to library есть что у меня будет здесь поскольку многие мне там особенно один святой воин писал что формы применять везде обязательно но после нескольких примеров приведенных почему-то перестал со мной спорить не совсем понятно почему давайте добавим форму форм у меня экшена никакого не будет я просто добавлю форму она у меня одна по-хорошему можете добавить аидичник если их несколько или класс внутри у меня будет блок форм форм групп вот такой вот блок и внутри этого форм групп я размещу еще два элемента первый элемент это лейбл лейбл у меня будет для буквы и лейбл я добавлю класс и и лейбл я добавлю класс call call sm2 для того чтобы она не занимала все пространство и call form лейбл есть Внутри у меня будет надпись Название книги Book Второе поле у меня будет input Input будет помещен В div Call sm10 Видите, там было 2, тут 10, в сумме 12 И внутри него будет 2 блока Input, type text Конечно же Теперь осталось добавить только классы Это первый раз тяжело Потом мы будем просто копировать sm2 Правильно? Нет, неправильно Здесь у нас уже класс Такой не нужен У нас так он растягивается Form control просто Вот так вот Чтобы облегчить себе жизнь Я всегда добавляю name Name важно, поскольку мы будем пользоваться Одним свойством, которым нужно name Я об этом чуть скажу позже Book name И такой же id Просто опять же, поверьте мне Он вам пригодится ID Book name И опять же, чтобы облегчить себе жизнь Я сразу вбиваю На этапе тестирования имя книги Колобок Все Как только я это сделал У меня внутри появляется вот такая вот красивая панелька Видите, колобок Можно поставить двоеточие здесь, кстати Давайте еще раз посмотрите Вот такой вот блок Book Двоеточие Теперь мы просто берем вот этот div Весь div form group И копируем Нужное количество раз Вставляя необходимые параметры Вторая у меня будет Это автор книги Поэтому я вот здесь вот пишу Автор Дальше Вот здесь я пишу Book author И вот здесь вот я пишу Book author Автор книги у меня будет Кто там? Давайте так Пример Примерыч Дальше опять вставляю еще один блок Следующим у меня будет год книги Поэтому я вот здесь вот пишу год И вот здесь вот Опять же исправляю год И вот здесь вот опять же исправляю год Есть Год у меня будет Пусть будет 2018 Есть Давайте выровняем код Чтобы было чуть красивее Выровняли код Последним у меня будет Обложка Без нее никуда Я вставляю обложку И вот здесь у меня будет кава И вот здесь вот у меня будет кава Кстати Я не исправил еще одну интересную вещь Пропустил как-то кава Пример обложки Ну давайте идем в гугл И набираем книга Колобок Выбираем картинки Думаю Вот это мне подойдет Как я обожаю кучу реклам Копии Image address Скопировал адрес картинки И вставляю Вот сюда вот value Вот такой вот адрес Есть Смотрите Я поменял здесь название И эдичники Вот здесь тоже нужно поменять Конечно же Написать cover В label Чтобы при клике на нем Я переходил в нужное поле EA И вот здесь вот Author Все Как выглядит теперь Мое окно Мое окно выглядит Следующим образом Обновил Проверяю сразу ошибки Ну пока их не будет Мы не писали javascript Вот такое вот поле Кнопка close Сразу же закрывает его Ничего не делаем Теперь давайте Перейдем к javascript Итак Мы пишем Библиотеку С вами Лученко Александр И сейчас мы будем писать JavaScript Который все это оживляет Смотрите второе видео Я сейчас ссылочку добавлю И выложу эти видео вместе Подписывайтесь Ставьте лайки Пока Субтитры сделал DimaTorzok